Да какие люки? Там люди других людей отрабатывали. Телевидение было бы такой стеной гламура, ты никогда не мог получить оттуда живую речь. Если бы наш сериал не был пропитан любовью к этим героям, это бы получилась чернуха. Можно вот моя дочка сфоткается, потому что вы у нее любимый герой. Такое возможно, что вот ты и тут, и тут. Мы хотим сделать через Пермь, так скажем, всю Россию лучше. Ну вот, а вы говорите, в Перми ничего не меняется. Автосервис поменялся очень сильно. Здесь были такие, такие стены были обшарпаны. И какого-то цвета такого были, темного-темного, было мрачно сильно. Здесь точно была яма для ремонта, видите, ее заделали. О, вот как сейчас помню, сюда вот я прятался от валюхи, которая кинула в меня сумку. А у сумки были кольца железные. И у меня потом вот такая гематома на всю спину была от этого дубля. Валя еще играет на полную всегда. Она всегда играет очень нормально так, мощно. Слушай, сцена, где сверху на тачку падает что-то большое. А, да, это настоящий двигатель, да, да, да. Алло, Яночка, что случилось? Антон Зайцев, автор идеи, главный продюсер реальных пацанов, сказал так. В 50-й серии должен быть что-то мощное, весомое, дорогое. И какое-то вот такое, ну просто бау. А там надо что-то доигрывать мне было. И, конечно, это получилось максимально естественно, потому что я реально обосрялся. Реально очень громко, упал двигатель на крышу. А потом мы эту еще машину уже толкали, еще и в воду ее типа пытались утопить. Машину очень жалко, потому что я еще такой фанат Ауди, знаешь. И она вот из кожи, и синенький салон у нее был такой. Я бы забрала, правда. Вот самый проблематичный в плане съемок был второй сезон. Почему? А невозможно было снимать. У нас была охрана на площадке. Я помню, вот первые съемочные дни второго сезона в Перми мы снимали, у нас была костюмерка. Ты из костюмерки не мог выйти, охрана не справлялась. В итоге подогнали машину, ты выходил из автобуса, дверь была открыта, охрана всех разгоняла, и ты просто в машину вот из автобуса садился, и только еще пять минут через толпу выезжал тихонько. То есть это какая-то сумасшедшая народная любовь? Сумасшедшая, это я не понимаю, почему так. А в тот день, кстати, по-моему, не, он снялся в другой день, был чувак из этой толпы. Шоколад ни в чем не виноват. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны, в натуре. И вот один из трех, и он уже отсидел, его там выпустили. Шоколад пришел на съемки. Да, а потом уже где-то сезоне на третьем, который мы тоже еще в Перми снимали, он снялся где-то в массовке даже. На тот же момент еще в Перми происходила культурная революция, в музее современного искусства и все такое. Мы даже сделали 15-ю серию, нам разрешили снимать в музее современного искусства, там выставлялся художник Бродский. И там типа 45 тысяч евро стоит, у него там один какой-то экспонат, сушеные пакетики чая. Они, ну, сушеные пакетики чая были расставлены, кладбище чайных пакетиков. И нам разрешили там снимать, но получилась настолько отстойная серия, что мы не выпустили ее в эфир. А в чем отстой заключался? Ну, там был такой какой-то подкол современного искусства, то есть мы реально говорили с ребятами, мы зайдем и покажем, как гопник Колян реагирует на это современное ваше искусство. Ну, вот на эти мусорные пакеты, на всю вот эту вот акционизм, что это какая-то, ну, чепуха. И они посмеялись, сказали, да, да. Но в итоге получилась злая серия. Там и гопник выглядит идиотом, и современное искусство мы зачем-то пинаем. И это как бы недопустимо, потому что искусство, его нельзя пинать. Полицейский или там милиция на тот момент когда-нибудь давала фидбэк на твою роль? Да. Ну, то есть я очень много по... В первое время, там, год 11-12, я получал негатива очень много. Они говорят, что позоришь. Позоришь, позоришь. Мы тебе желаем, чтобы когда у тебя случилось горе или беда, чтобы тебе попался такой же полицейский, которого ты изображаешь. Это вот мне писали реальные сотрудники такое. И этого было, ну, немало. А у тебя были в жизни ситуации, когда тебе приходилось идти в полицию за помощью обращаться? Из детства что-то было. Ну, то есть это какие-то семейные, когда у нас квартиру обворовали. Ну, там, это еще 90-е были. Когда меня там избили, допустим. Прямо помощи я не получал. То есть такие чуваки, как Базанов, тебе не попадались? Нет. У нас стоял автобус, в котором у нас была костюмерка. Девочка-костюмер, чтобы включить свет в автобусе, повернула ключ зажигания. Вы понимаете, да? И он погнал. Он поехал просто. Он дернул. И этого толчка хватило, чтобы вот по такому склону, типа, начать движение. А там, короче, в автобусе в этот момент Леша Базанов переодевает штаны вот так вот, знаешь. Он покатился. Чуть не в воду. Но это вот не здесь было. Но тоже было набережное. Только в каком-то другом месте более лесное было. Слушай, какой-то взялся откуда-то дядька, за которого большое спасибо. Который, короче, вовремя просто, прикинь, он запрыгивает на автобус. Водительское стекло было открыто. У меня сигаретка здесь, он говорит, у нас сигаретка так отзаврыгает и выкручивает, и выкручивает руль, чтобы он не поехал по склону, а как бы, чтобы колеса направились вверх. И только тогда автобус затормозил. Ну, у нас действительно, правда, на пацанах сложилась семья. И ты вот, даже сейчас, как бы, сейчас у нас начнутся съемки, и ты больше приходишь уже туда не то, чтобы поработать, посниматься, как бы, как серьезно, такой чел, такой, все, сейчас я текст вечера учу такой. Ты больше приходишь туда, увидеться с людьми, пообщаться. Вот у меня, к примеру, есть кореш, это Валентин Звукарь. Он просто космос, и он с первого съемочного дня с нами. И, блин, у нас был с ним уговор, он мне сказал, Валя, когда заработаешь первый миллион, купишь мне часы. Я проотвечалась, пока не купила, обязательно сделаю это. Слушай, а этот самый первый миллион ты заработала до переезда в Москву или уже после? После переезда в Москву, да. Переезд был обоснован тем, что я налетался до тошноты в самолетах, как на автобусе. То есть так многие люди живут, на самом деле, которые вынуждены работать в Москве, а у них семья, допустим, в Перми. То есть в пятницу, понедельник, я был самым крайним, даже можно сказать, последним человеком, который уехал из Перми. Я с огромным трудом перешагивал через провинциальные страхи, боязни маленького человека перед большим городом. Я думаю, вам они понятны. Долго приезжал, жил в съемной квартире, потом жена мне показала, сколько я заплатил за эту съемную квартиру. На тот момент у меня уже была маленькая дочь, мы приняли решение, что в моем любимом районе на юго-западе мы будем искать место, где можно либо купить квартиру, либо строить дом. Купить квартиру, которую нам нужно, это просто нереально. Поэтому мы приобрели землю, построили дом, и все это вышло гораздо дешевле, чем квартира 100 метров, которая нам, допустим, была бы нужна. Я всегда там метался, сюда возвращался, и пока я, короче, не разбил машину здесь и не продал квартиру, я не считал Москву своим городом. Как только я разбил машину, а знаешь, как еще было интересно, я разбил машину, познакомился со вторым участником ДТП, к нему приезжает сосед мой, который живет в квартире, я ему обмолвился, что я бы продал бы свою квартиру, потому что я уже в Москве живу. Мне через неделю звонит сосед снизу, говорит, я в однокомнатной живу, у нас второй ребенок сейчас появляется, хочу купить у тебя эту квартиру. А там самый голяк, короче, вот когда вообще там недвижка стояла, ее так четко, короче, продаю квартиру, разбил машину, но продал квартиру. И вот как-то энергетически уже не пермяк стал, сразу стал, ну типа... Отпустило. Отпустило, да. Друзья, а сейчас будут итоги нашего конкурса мега-вписка, который мы делали вместе с мегафоном. На первом этапе вы нам отправили 2000 заявок, с ума сойти, мы их все послушали и выбрали 60 лучше. Второй тур предполагал видео, и сейчас мы посмотрим самые крутые работы, погнали! Всем снова привет, меня зовут Дэвид, он же Love Killa, я с холодной далекой Камчатки, музыкой занимаюсь уже лет 8, и в принципе я не вижу себя никем другим, кроме как музыкант. Привет, ребят. В общем, меня зовут Парнишка, я виртуальный музыкант, и, наверное, из-за того, что я виртуальный, я не очень подхожу для того, чтобы стать героем вашей программы. С другой стороны, представьте, как круто могла бы выглядеть вписка с виртуальным артистом. Я предлагаю вместо классического интервью снять пластилиновый мультик. Вот Коля, вот Вася. Ну да, художник из меня такой себе, конечно. Блин, ну это, наверное, первое наше съемное жилье, в котором мы все постарались обустроить под себя. Синдром демки, что ли, какой-то, когда ты наскоряк накидал какой-то музон, ходишь по нему, загоняешься, написал уже текст, записал все. И на этапе сведения понимаешь, что настолько прикипел к тому звучанию, которое было. Так, мне особенно запомнились заявки крутого тюбинского чувака по имени Слеза и мои земляки из Екатеринбурга группа Сова. Слушай, да вообще много крутых историй. Например, у Макси Грина, который был бойцом ММА. Или, например, Блэйзер Бой, который сейчас трудится в той же редакции, где раньше работал я. Сочувствуем. Давайте послушаем, что скажет наша уважаемая жюри. В этом году конкурс судили группа Френдзона и наш братишка из Питера Даня Кашев. Слово им. Всем привет, это группа Френдзона. Пау-пау с Майкламом позади нас. Мы наконец-таки отслушали все песни, которые кидали на конкурс Мега вписка. И нам понравилось несколько человек. Это... Дэн Дерти. Дэн Дерти, парнишка. И группа Сова. Группа Сова Топ. Йоу, это диджей Данёк и эмси Дима. Да, мы представляем коллектив «Разбогатей» или «Спроси у мамы». Я послушал все песни финалистов, и вот что я вам скажу. Песня «Парнишки», да, коллектива «Парнишки» или «Исполнитель «Парнишки»» мне показалась самой интересной и самой креативной. Я считаю, что, ну, он должен быть финалистом. Это прям... Не то, что ваша Моргенштерн. В этом году у нас 10 финалистов. Сова, Слеза, Парнишка, Дэндерти, 10 дней без горячей воды, Лавкила, Макси Грин, Блейзербой, Глоссали и группа Бонды. Друзья, в описании есть ссылочка. По ней можно перейти и посмотреть их видеозаявки и послушать их песни. А мы с Калином берем паузу и идем изучать музло и истории чуваков, чтобы в декабре выбрать победителя или победителей, про которого или про которых мы снимем вписку. Поэтому увидимся. Реальные пацаны вообще могли существовать вне Перми? То есть, когда вы попытались перенести действие в Москву, это же не сработало? Да, не сработало. Но это, мне кажется, не вопрос к концепту реальной пацаны. Это вопрос вообще к тому, как жанр существует в целом. То есть, ситком — это ситуативная комедия. Когда ты меняешь ситуацию, то, по сути, видимо, появляется новый сериал. И вот новый сериал «Провинциалы» в Москве, он просто был мне очень популярен. Был первый кризис для реальных пацанов. Да. Они стали быстро менять историю, что-то там. У нас был третий сезон написан, уже 10 серий у нас было написано московского. Но мы просто приняли решение, что мы перепишем все к чертям. Мы больше не можем это терпеть. Поехали в Перми. Дух сам не терялся, вот когда вы уехали из Перми. Потому что там же все равно все места силы, которые вас окружали. К этим местам силы возвращались. То есть, снимали все возможное здесь. Если речь шла о квартире Колянов, в которой вы уже бывали. Суперклассный художник и его команда. Мой близкий друг по совместительству. Владя Кузнецов. Они же по-честному открутили там всю квартиру. Всю отодрали, привезли сюда. В павильоне все ее прикрутили. И как бы ахнули, что духа-то нет. Что-то не то. Что-то не хватает. Может воздуха, может потолка. Все открутили, обратно привезли, прикрутили. И стали ездить по надобности, снимать там. А все остальное можно было и здесь отснять. В Перми все снимали. Мы ножевые камеры. Легкие, старые соньки. Где оператор захотел и вот так вот сделал быстренько. И не надо механику и еще кому-то. А Москва же всем захотелось картинки. Потерялся, мне кажется, сам жанр. Типа вот эта псевдодокументальность. Она улетучилась из кадра. То, как мы снимали первый сезон, лоу-файна не выглядело. Так выглядело все телевидение. Да, конечно, все телевидение. Параллельно Гая Германика Шуколу свою снимала на те же самые камеры. Мы на ПТС-ках фигачили, в Ворониных. Первые ласточкой камеры RED и кинооптики были интерны. Потом постепенно все стали на них переходить. И нам стало необходимо тоже двигаться вперед с процессом. Как раз таки переехали в Москву. И первый сезон, который мы снимали в Москве, решили, я не знаю, в силу каких причин, поменять режиссера. У меня был один съемочный день. Мы приехали в Долгопрудный, в какой-то огромный дом. И там вот был, я даже не помню, как звали вот этого режиссера, к сожалению, простите. Вот. И я помню, что вроде бы мы уже столько лет снимали пацанов, а тут, значит, какая-то сцена простая. Я хожу между хамонов, там какие-то хамоны, что-то. И чувствую себя дурой-дурой. Ничего не понимаю, что происходит. Час мы поснимали, потом остановка какая-то. Говорят, типа, стоп, стоп, стоп. Все, проходит час, и приходит уже Жанна. Жанна, она потрясающий какой-то человек. Во-первых, потрясающего терпения, я не знаю, более терпеливого человека. А во-вторых, она очень точно может объяснить задачу. И при том, вот без каких-то вот этих вот наворотов, каких-то огромных слов. Она подходит, говорит, Валь, так, 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 все. И все становится на свои места. Почему Жанна, крутой режиссер, можешь описать в двух словах? Она может объяснить обезьяне, что нужно взять гранату и бросить в тот квадрат. Почему не подошли другие режиссеры? Они не чувствовали какой-то вайб пермский? Или в чем причина? Думаю, да, потому что... «Реальные пацаны» — это очень своеобразная комедия, она очень театрализованная. То есть все разыгрывается вот прямо здесь и сейчас. И операторы это все обслуживают. А Жанна — это такой человек, который очень многое сочиняет в моменте. И это иногда невероятно тяжело. И это бывает сложно сценаристам с этим мириться. Но именно это дает какое-то такое ощущение жизни. Мокюментари, которое, да, лишит в основе. А другие режиссеры, они готовились к этому как к кино. И они делали все, наверное, классно с точки зрения своего подхода. И правильно. И они... Но когда ты получал этот материал, то он был... Ну, не тем. Как сериал пережил уход Антона Богданова? Нормально. Антон Богданов хотел уйти сразу же с первого сезона. Почему? Ну, это же Антон. Он очень... Ну, он очень ищущий, страстный, творческий человек. Он сразу же... Он сразу же стал заложником образа с первого сезона. И его сразу же стал мучить. Потому что он внутренне, ну, действительно, по-настоящему, я думаю, он другой человек. Ну, то есть он... Ну, он же не для какой-то материальной цели служит в театре у Безрукова. То есть если бы ему нужны были там деньги, он бы продолжал сниматься у нас. И да, он действительно снимается в кино и прикладывает очень много труда и усилий, чтобы перейти туда. Я, наоборот, только рад за него. Мы с ним разговаривали. Я сказал, Антон, если ты это решишь, ты дай нам только возможность сделать это красиво. И мы с ним более того договорились, что если у нас возникнет необходимость его где-то снять, мы сможем это без проблем договориться об этом. В этом плане Антон, я его уважаю. Он сейчас, как режиссер, снимает фильм о детях, инвалидах. И это какая-то, ну, я тоже не думаю, что он делает ради денег. Это какая-то внутренняя потребность. Круто. С Антоном и Стасом вы все еще друзья. Вы такая же тройка, как были раньше. Все повзрослели. У всех есть семьи, дети. И реже, наверное, так скажем, видимся. У вас произошла ситуация в стиле, прям пусть говорят, любовный треугольник, который возник между Стасом, Антоном и женой Антона. Как после этого вообще сериал не закончился? Ну, это же работа. Не, были там моменты, что там хотел Стас уходить из сериала, по-моему. Ну, как-то быстро так и... Ну, а что, сериал-то здесь при чем? Ну, ты тяжело это переживал? Конечно, тяжело. Ну, братан, это... Ну, мы были очень близкими друзьями все. Прямо вот вообще... Не разлей вода. Нас связывал не только работу, но и дружба, совместная там... Все. Был у нас, как до реальных пацанов, у нас был на троих бар вместе. И это послужило еще и сюжетом потом в реальных пацанах. Ну, и вот эта ситуация, она, конечно, у нас как бы... Ну, точнее, мы с Антоном, я, естественно, принял сторону Антона, потому что в этом отношении как бы Стасян здесь поступил некрасиво, не по-дружески. И по-пацански. И по-пацански, да. Вот. Ну, с другой стороны, он поступил по отношению к своей женщине. На тот момент уже и его женщине достойно. Наверное, тут знаешь, как про правды нет. И это только с высоты уже прожитых лет ты на это смотришь и, в принципе, понимаешь все стороны. И уже, может быть, и все так и должно было сложиться, как сложилось. Тогда, конечно, я этого не понял вообще. Ты хотя бы раз хотел уйти из проекта за эти 10 лет? Нет, я не хотел бы уйти из проекта, скорее у меня были проблемы со своей гордыней. Объясни. Ну, я считал, что, возможно, внутри себя, и, слава богу, я не вынес это на всеобщее обсуждение, что я важнее, чем другие. Чуть глубже копнув себя, я понял, что это звездочка, гордыня. А как ты вообще себя смирял? Через осознание того, что я все могу потерять. Все это дает мне силу подойти и сказать, прости меня, пожалуйста, извини. У нас с Сашей просто с читой. Но я думаю, что никто не может выносить того, что я могу ему сказать. Потому что другой человек просто не вынесет такой жестокости, которую могу я причинить этому человеку, находясь в том положении, в котором я нахожусь. Это будет, ну, травмой, несопоставимой с тем, что я всего лишь вышел из себя, потому что я обычный человек. И когда я сижу вот на подобном кресле, один в течение 8 часов, студия пишется 8 часов, то, ну, тебе сложно, мне сложно, нужно говорить много, запоминать. А тут скрипит стул, тут не сработала камера, тут свет кончился, там в соседнем павильоне. И когда ты понимаешь, что ты сидишь тут один, вот такие вот тексты заучиваешь, а кто-то просто пернул, вот возникает вот это желание, да вы что тут, ребята, вообще собрались? Я тут, собственно, сижу, а вы тут... И вот это все. И когда я в этом состоянии начинаю придираться к словам, которые написаны, к непосредственно сценарию, а Саша начальник авторской комнаты, я говорю, Саша, иди сюда. Саша, как умный мужчина, взрослый, серьезный, истерическую бабу вот эту вот, меня в данном случае, выслушивает, смотрит на меня, говорит, братан, сейчас все, он отходит, я ухожу в себя из-за того, что я обидел Сашу, я встаю, хожу, дышу, все понимают, что у меня проблемы какие-то психологические в очередной раз. Я подвожу к Саше, говорю, брат, прости меня, пожалуйста, извиня, он говорит, Коля, все, я на тебя не обиделся, мы целуемся, обнимаемся, я сажусь, конфликт исчерпан, напряжение снято. А ведь наверняка был какой-то момент, когда ты сказал, все, хватит, я ухожу. Это Ельцин так сказал, это не я, ни разу. Я сюда, каждый раз я хожу, когда начинаются съемки, я каждый день с удовольствием иду на работу. Правда, вот, честно. То есть мне настолько нравится этот процесс, мне настолько нравится моя команда, компания, и то, чем я занимаюсь, и вообще самому интересно, что дальше будет, как будет развиваться событие Вавана. Когда дальше у тебя в жизни начались кастинги, какие-то другие роли, тебе мешала вот эта ассоциация с Лерой? Конечно, ну как мешала, с одной стороны мешала, с другой стороны дико мотивировала. Ну, то есть я это перепрыгну, я не только этот человек, и хватит меня воспринимать как лощеную телку. У нас в России так, какой образ внешний, мы туда тебя и пробуем. А я, может, хочу какую-то психопатку сыграть или какую-то дерзкую девчонку. Но они вызывают на красивую, милую девушку и вдруг говорят, а можно еще поглупее сыграть? Вот прям совсем наивная блондинка. А у вас глаза-то ведь не глупые. Да, да, я уже совсем другой человек и никогда таким не была. Но у нас в России так принято, что по штампу. Ну, переплюнула вроде. Был проект Форца, на который, на пробы которого меня позвали, только для того, чтобы убедиться, такая я вот тварь, как в сериале или нет. Егор Баранов, который сейчас мой один из лучших друзей, признался, что я позвала тебя на пробы, просто потому что не любил персонажа Леру. И хотел убедиться, что ты неприятная женщина. А увидел совсем другое. И все, и взял меня на Форцу. Наверняка перед тем, как ты переплюнула, были какие-то сливы, когда тебя просто парковали по каким-то причинам. Мне хотелось просто уйти из профессии, не касаться этого. Я пробовала писать, я думаю о продюсировании, учиться этому. То есть я всегда хочу иметь какой-то ход, потому что каждые пробы, после каждых проб, когда там что-то не получается, я ухожу в полном диперснике. Она в один момент пришла, сказала, что я риэлтором буду, квартиры буду показывать. То есть у нее слетело вообще с катушечек. Ну я подумала, что я в юности была очень хорошим официантом. Я очень любила, уважала и уважаю эту профессию, встречать гостей. И подумала, что я сейчас уже постарше девочка, я уже не могу быть официантом, я могу быть риэлтором, который тоже встречает и показывает их новый дом и влюбляет в этот новый дом, как влюбляет в свое время в ресторан. Ты в интервью признавался, что в 95% случаев отказываешься от ролей. Да. Почему? А потому что хотят юзать то, что видели уже. Образ Базанова? Это будет называться по-другому. Это будет другая фамилия, другое имя, другие обстоятельства, но хотят типа вот это, тюфичка сделаешь такого, да? Рохлю, вот, второго номера, подкаблучника. Я говорю, нет, мне это не интересно. У меня кастинги стали появляться после «Горько». Я помню, когда я обзванивала вот эти вот, по списку просто через интернет искала кастинг-агентство и говорила, алло, здравствуйте, я еще на бумажку себе написала, текст, ну, речь. Потому что нервничаешь, сбиваешься же, и я, здравствуйте, меня зовут Валя, я актриса, я снимала сериале «Реальные пацаны». Я бы хотела с вами посотрудничать. И мне как бы говорили, ну, нет, 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 или отправляйте на почту всю информацию, ну, то есть туда, в целую. Типа в никуда. Да, да. Отсылали. А как так вышло, что в «Горько» ты сыграла, в принципе, ту же роль, что и в «Реальных пацанах»? Меня утвердили, тогда мне, это был первый, по-моему, нет, или второй кастинг вообще у меня. Меня утвердили, ну, а как я могу отказаться, ребята, да хоть какая роль, хоть что, я тогда и в текст не вчитывалась. Я тогда вообще не понимала, что это будет офигенное кино. Потому что, ну, я до сих пор очень люблю «Горько», мне кажется, это очень крутое кино. И мне повезло, мне действительно повезло два раза на старте. Это «Реальные пацаны», потому что это офигенный проект, и офигенная команда, и «Горько». Я увидела Паля, просто влюбилась в него, смотрю, два метра чудо какого-то, лысый, непонятный человек. Зататуированный есть. Зататуированный, в пиджаке, я считаю, тоже не понимала, он правда как, ну, или что, что это происходит. А потом оказалось серьезный артист, все. А вот почему тебе, ну, наверное, чуть ли не быстрее всех удалось пробить эту кастинговую стену? Я не знаю. Это вообще, вообще, это какой-то неведанный для меня мир до сих пор. Я не понимаю, я дико волнуюсь на пробах. Особенно, когда что-то очень нравится, ты начинаешь дико загоняться, начинаешь выпрыгивать из своих штанов, чтобы понравиться. А это же самое стрёмное, когда ты пытаешься понравиться, ты никогда не понравишься. А когда ты расслабляешься, ну, как бы, ну, и хрен с ним, все уже, ну, уже все. Говорят, ничего из себя не строишь, то тогда начинает что-то происходить. Наверное, вот это. Хотя вот этого портала я до сих пор не открыла, когда и все роли мира. Рассказывали про тебя, что ты очень доверительно и чутко всегда прислушивался к своим духовникам. Учителям. И были даже ситуации, когда, например, было какое-то предложение с ролью в кино, и ты мог посоветоваться и выслушать точку зрения, и как-то она влияла на тебя. Ты мог отказаться. Да, это правда. Но не к духовникам, а к духовнику. Слава Богу, он у меня жив-здоров. Да, и я пришел к отцу иерополку и попросился к нему, отче, когда созрел, будьте моим духовником, смущаясь, первый раз я не знал, как это все устроено вообще, это как найти духовника, есть формуляр заполнить или как. Будьте моим духовником. Потом отче говорит, если вы этого хотите, он мне очень помогает в жизни, в решении каких-то проблем, которые я не могу решить. Серьезных вопросов. Посылать деньги на тюрьму или нет. Серьезный вопрос? Серьезный вопрос. А деньги нужны и на воле. Кому нужнее? Тому человеку или тому? А какие обстоятельства? Ага, обстоятельства. Тут так, а там так. Тому человеку ты не поможешь, а скорее навредишь. Потому что тот человек пустит эти деньги туда и туда. Так? Подумай. Он мне не сказал, делать так или не так. Он меня заставил подумать. Я осознал и благодаря этому осознанию приехал к одним людям и сказал что-то. Приехал к другим людям. И с уверенностью в своей правоте сделал свой выбор. И с ролями так же, да? Это дело не в ролях, а дело в неразрешенных вопросах. Если я сомневаюсь, ну или понимаю, что дав людям слово, я сейчас подпишу себя на муки, раздумий и сомнений, и это приведет потом в дальнейшем к большим проблемам у них, они потеряют деньги. Заполнят флешку не тем, кем надо. Вот. То есть это не про роли, это про сложность выбора. Кино это... Ты можешь быть кем угодно. Он сопряжен с театром. Серьезные, глубокие роли, серьезные, мощные персонажи. Они сотканы из огромной работы над собой, над своим персонажем. А это берется в театре. И это делают настоящие актеры. Я себя к таковым не причисляю. Ты не стал заложником своего образа? Конечно, стал. Безусловно, стал. Заритель тебя сейчас может воспринять в другой роли? Допустим, в какой-то драматичной роли? К этому моменту, если мы говорим об актерской специальности, нужно подвести зрителя. То есть это не должно быть контрастно. То есть вот сегодня я в Иван, а завтра я... Я не знаю, не знаю, Нолан какой-нибудь. Джокер. Джокер. Кого ты мечтал? Джокер, обожаю. Нет, Джокер еще, кстати, уместно. Потому что это все-таки маска. Ну, конкретная маска. Я имею в виду, не знаю, какой-нибудь, какому-нибудь... Ну, не знаю, драматическую какую-нибудь роль, да? Это сложная очень задача. И это, наверное, вот следующая задача, которую после успеха реальных пацанов, следующая победа, которую нужно осуществить. Я выбрал немножко другой путь. Я выбрал путь музыкальный. Я пишу песни. И с помощью песен до людей доношу, что много красок еще во мне есть. И люди это понимают часто. Ты пытался пробиться в большое кино? Вообще нет. Я очень, честно скажу, я очень... Сейчас над этим работаю. Я очень плохо прохожу кастинги. Я на них вообще почти не бывал в жизни. Ну, то есть для актера там я был за жизнь на кастингах раз 10, может быть. Это очень мало. А у тебя нет страха, что Вован – это вот твоя веха, и больше ничего другого не будет? Я даже уже малечко с этим смирился. Но я смирился в том ключе, что у меня есть вот этот запасной вариант – это мои песни. Это мой плод, короче. Ты же написал, по сути, визитную карточку сериала, песню «Колян любит тропинки волшебных полян». Совсем верно. Я скорее написал припев и часть куплетов песни «Реальные пацаны». Песню «Колян» есть такой рэпер Эйфор, Костя Эйфор. Это реальная песня, которую он сочинил Коляну на день рождения когда-то. Ну, то есть принес ему с утра диск такой, говорит, вот тебе, братан, с днюхой. Сериал тогда еще не был. Нет, это до сериала, это потом вот уже все это подтянулось. Это был самый первый рэп, вот, написан на, по-моему, на битфифти-сента или доктор Дре какой-то. Ну, короче, поэтому пришлось это восстановить, сделать как бы с нуля. И так как я отвечал за песни в сериале, то я его и спел. Там у Костяна Эйфора эту песню как-то изъяли, купили, я не знаю. А может быть, и ничего не делали, потому что он же подарил ее Коляну. Йоу, ну что, мы присутствуем на нашей студии «Баян Мюзик Продакшн». Это Женька, мой друг, мы вместе делаем все музло. И сегодня мы сделаем джингл для программы «Вписки». И у меня появилась идея совместить реальные пацаны, наш главный бэнгер, с главным бэнгером, вот этим человеком, Фредди Меркури. Помните, вот такой вот это? Зацени, здесь реальные пацаны, Вася, Коля, вписка, в гости к нам пришли. Она дополнительный кач, вот этот бэдой. Чтобы этот был, разбойничий такой, знаешь. Эй! Эй, зацени, здесь реальные пацаны. Прикольно. Вася, Коля, вписка, в гости к нам пришли. Эй, зацени, здесь реальные пацаны. Вася, Коля, вписка, в гости к нам пришли. Коннект с русским рэпом у сериала, он на протяжении всей жизни существует. Всев десяти лет, да. Любит рэп. Любит, уважает, и многих знает. А если не знает, то мы все время стараемся познакомиться. Я хотела очень познакомиться с Карандашом. Саша с 25-17 в свое время. И у нас там, ребята, авторы тоже. Вот все как-то там Василий Баста. Каста. Каста. Знакомы. Триагру, Трика. Ну, то есть вот как-то... Поэтому, наверное, наше желание и, может быть, я надеюсь, их любовь к сериалу как-то вот так соединил. А как с 25-17 в коннект у тебя вышел? Лечит, но мне не легче. Значит, диагноз проще. Оу, щит. Это вирус тебя. Я его переносчик. Мы ввели мероприятие в Олимпийском. Они выступали, а мы с Колей и Вовой вели это мероприятие. И дальше нас повели знакомиться. Но на самом деле началось все с того, что ко мне подбежала невысокая ростика девочка, схватила меня за руку и сказала, «Быстрые, пошли!» Думаю, ну, может, это кто-то организатор, куда-то мне нужно идти. И она меня заводит с 25-17 и говорит, давайте знакомиться. Это была жена Анта. Наташа, да, и она очень, ну, такой человек. Просто она поняла, так, она мне, ну, Коля она не схватила, потом уже и с Колей познакомились. Ну, вот, все. А рэпы, вот эти все перечисленные группы, то есть они подходят, потому что они тоже про Россию, да? Потому что они про пацанство, они пацанские. Это сушит пацаны, да, это Россия. И тоже из провинции. Да, и тоже то, о чем они говорят, они берут из своей жизни. То есть это все настоящее, невыданное. Как ты попала в клип группы Крем Сода? Саша Гудков позвонил, говорит, Валя, хочешь посниматься? Я говорю, конечно, ну, а как ты ему еще откажешься, это же Саша. А ты как-то аффилированного сейчас с музыкальной тусовочкой связана? Я только знаю вот Сашу Ресторатора. Ну, вот с ним, потому что вместе в Камчатку смотрели. Да, потому что мы летали на Камчатку, а так нет. Я когда-то очень мечтала познакомиться с Васей Бастой, но я потом подумала, что даже если меня кто-то познакомит, я просто встану. И я слова сказать не смогу. У меня так с Хабенским произошло однажды, когда рядом что-то он сидел, на какой-то мы премьере были. Потом подошел, сказал, поздравляю, я... Вот, поздравляю. Он... Все понятно, да? И пошел, я как нарядно стою, думаю, что я за человек такой. Смотри, сериал идет 10 лет. 10 лет. За 10 лет Россия поменялась. Поменялась. Причем довольно сильно. И в плане быта, и в плане каких-то политических реалий. Сериал вот все это отражает? Какие-то изменения в общественном сознании в том числе? В меньшей степени. Почему? А потому что заложники жанра. У нас же... Мы же ситком. И мы ситком праймовый. То есть мы должны выходить максимально безопасно. Мы в безопасное время, мы идем, когда дети еще не спят. У нас это не вечерние эфиры, там 10-11 вечера. И плюс со стороны все жестче становится по законам. Если вспомнить, в первых сезонах у нас у девочек сигареты изо рта не... Не исчезали, да? Да, постоянно. Пивко. Сейчас ты не можешь это показывать по закону. Мы столько законов напринимали за последние 9-10 лет. То, что все вот так вот сузилось до комфорта, до такого комфорта. И все поэтому одинаково выглядят. Для меня все телевизионные продукты последних 8 лет на две категории делятся. Их всех разливают из двух ведерок. Но это семейно, это чуть пожестче. Ну, немножко пожестче. Это вот ТНТ, а где все семейно, это СТС. Забавно было то, что, оказывается, мы создали прецедент. Слово «мудно» тогда не было. И, ну, широко распространено. И благодаря нам оно попало в список слов, запрещенных на телевидении. Общественность возмутилась, его там раз, добавили в словарь. Ну, вот, поэтому мы в лексику внеслись, мне кажется. Есть такая проблема, персонажи внутри сериала, они не взрослеют. Они остаются, то есть ты максимум, что можешь дать, развить какую-то новую стабильность, предложить тебе персонажам, герою. Но ты не можешь, чтобы он относился более серьезно к чему-то. Он, потому что всегда должен, Колян должен всегда оставаться Коляном, Базанов должен оставаться Базановым. У него могут происходить изменения, но в рамках серии взросления ситкомы не предусматривают как жанр. Мне кажется, к примеру, вот моя героиня стала, ну, она же там важная шишка сейчас тоже в администрации, секретарь. Тут же, тоже ребята как бы стебутся надо мной немножечко. Я же тоже, может быть, немножко стала важная шишка. Мне кажется, они это очень, ну, очень тонко чувствуют и очень тонко вписывают. Валя, она стала такой женщиной-бюрократом. Да, 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 она в администрации работает, так подворовывать еще стала. Мы с Володей еще, наверное, на сезоне на втором, говорили, ребята, ну, напишите нам любовь. Нам говорят, нет, пока ваши персонажи, ваши персонажи еще к этому не готовы. И спустя сколько там, 5 лет, оп, и у нас создают такую советскую семью, где жена держит мужа. Ну, у них любовь, и это же прекрасно. Прекрасная семья. А как изменилось Пермь за эти 10 лет? Здесь именно в этом месте никак. В этом никак, да. Это я понимаю. Нет, на самом деле надо признать, что во многих местах никак не изменилось. Где-то поменялось, конечно. Аэропорт построили, дороги... Да нет, город живет, конечно, город живет. Многое, 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 что меняется. Нет, ну, есть и недочеты. А вот эти изменения, они как-то отражаются в сериале? Нет. Вообще? Нет, не отражается. Но сериал немного про другое, да. Сериал, он же не про город, он про людей. И поэтому, я считаю, что мы вообще к Перми не привязаны. То есть, привязаны только тем, что мы из этого города, это наша родина. Если бы я не знал, что мы в Перми сейчас находимся, я подумал, что мы в Красноярске, только вот не хватает снега уже для этого времени года. Тогда Красноярск, Томск, Иваново, Смоленск. Вы были в Смоленске? Нет. Вот в Смоленске не было. Вот считайте вы в Смоленске сейчас. В каждом городе есть свой кинотеатр, есть свой участковый, есть свой реальный пацан Колянов в любом городе. По факту, я говорю, Россия не изменилась. Я считаю, что глобально ничего не поменялось. Этот сериал был всегда про доброту. Это первое. Очень сильно мы это педалируем всегда, и всегда история у нас заканчивается каким-то добрым высказыванием, чем-то подобным, и мы всегда бьемся за это. И люди в России добрые. Мы фиксируем это. Поскольку для вас вот это было важно, вывести в конце какой-то крючок с добротой, поэтому отсюда строчка «За моральное здоровье нации». Зацени, здесь реальные пацаны, за моральное здоровье нации. Вам же наверняка поначалу прилетало за эту строчку. Когда вышел сериал и эта песня, сочетание реальной пацаны, оно уже было раньше другое, оно уже было негативное. То есть это же было всегда типа гопники как раз, то есть быдло, то есть реальные пацаны. И я считаю, что сериал, во-первых, изменил отношение к гопникам, глобально. Ну и вообще он не про гопников, а про реального пацана, про того, который сейчас он. Сочетание реальной пацаны, оно было негативное. А сейчас оно стало в какой-то момент позитивное, хорошее. Сейчас люди там, мы реальные пацаны, ставят хэштеги там, ребенка фотографируют, он реальный пацан. То есть это стало добрым. Цитата от тебя, когда спросили про то, чего не может появиться в сериале. И ты сказал, я против садомитов, мужеложества, гитлеризма. У нас такой проект, который опирается на реальные вещи. А какие-то стопы вот ты сам ставил, когда сценаристы, например, говорили, что вот будут такие изменения. Ну я, конечно, я просто верещал от ужаса. Я говорил, что ну это вообще вот просто ни в какую не идет с моим внутренним миром. Погоди, погоди. То есть на серьезе. Предлагали персонажей гея, и ты жестко выступил против. Да, они потом меня ткнули носом, что они у нас в каждом сезоне, оказывается, были. Осознав это, я просто, ну... Осознал, что наш сериал про реальную жизнь, и жизнь реальная наша такова. Но это не значит, что... я им сочувствую. Ну слушай, это же тоже какая-то часть жизни. То есть люди бывают такими. Без проблем. Я только против того, чтобы они усыновляли детей в нашей стране и ходили парадами, показывая о том, что они такие же прекрасные люди. Я не хочу никого обидеть. Ну просто я воспитан в то время и в таком месте, где вы видите меня. Если бы я был воспитан в Копенгагене, я бы, наверное, был воспитан по-другому. К тебе приходит какой-нибудь твой давний товарищ и признается в том, что он гей. Как бы ты поступил? Я бы от всей души попросил Боженьку, помолился бы, чтобы все было благополучно с этим человеком, чтобы с моим отношением к нему православие это не с мечом бегать и рубить головы, а это победить зло в себе. И это не просто креститься, это и свечки ставить, это любовь. И любовь в самом серьезном, в самом светлом и сильном понимании этого слова. Это ужасная работа над собой, очень сложная. Ты все-таки не ответил на вопрос. Ты бы прервал с человеком общение, я не знаю, не стал бы больше с ним встречаться, общаться? нет, я бы не прервал свое общение с ним. Но наверное, это бы меня изменило. Но вы понимаете, мы ведь уже с этим совсем давно живем. От нас, по-большому счету, ничего не зависит. Ты можешь разорвать отношения с своим другом или не разорвать отношения с своим другом. это не изменит его. Если я могу ему помочь, не навредить. Очень много таких примеров в кино, когда такая сцена происходит. Очень много прикольных таких сцен. Это вопрос вашей личной дружбы. Ты мне задаешь, ведь ставишь меня перед выбором. Я отвечу, наверное, пожилый. Я бы постарался не быть категоричным, не рубить с плеча, постараться не обидеть, не убить, не травмировать человека. Если он нашел смелость мне это рассказать, то я бы нашел в себе, постарался найти смелость это оценить правильно. Поверьте мне, я не отмороженный какой-то там гомофоб, который будет бегать с копьем. Нет, конечно. Я вообще рублюсь лишь за то, чтобы эти люди не влияли на психику моих детей. Не рассказывали про то, что есть еще дяденьки с дяденьками. Я не хочу, чтобы, я хочу отградить моих детей, если так в их жизни сложится, что их окружение, или так, понимаешь, судьба так складывается у людей. Каждый же живет свою жизнь. Ты твой отец, и мой отец не может нас защитить от окружающего мира. он такой. Будем решать вопрос по мере его поступления. Так бы сказал я десятилетней давности, и я уверен, что этот механизм я сохранил на сегодняшний день. Давайте решать вопрос, когда он возникнет. чем были хороши на старте реальные пацаны? Тем, что они фиксировали время, фиксировали дух провинции, фиксировали вот целый пласт таких пацанчиков в спортивных костюмах. Что вы фиксируете сегодня, в 2020 году, вот чем вы хороши? Ну, во-первых, почему прям не существует этих пацанчиков, я не знаю, я таких вижу часто очень. Особенно они меня так вообще видят постоянно. Я бы сказал, что мы повзрослели еще и там в сериале тоже мы повзрослели. То, что мы себе позволяли делать в первом сезоне, воровать люки и прочее ерундой заниматься, мы этим уже сейчас не занимаемся, этим уже не живем. Мы находим какие-то новые фишки, чем сейчас заниматься. Есть там серия про криптовалюту, когда они притащили молодежь, как раз салаги принесли майнеры в автосервис. Я такой так по-отечески захожу, ну ладно, занимайтесь, занимайтесь, ребятки, занимайтесь. Выхожу потом до счетчика, ой, что ли, тут можно ножи точить об этом, который счетчик двигается, эти, ну вот эти темы новые, которые появляются в мире, мы их тоже пытаемся отображать, не знаю, насколько там удается. если я сейчас скажу, что мы продолжаем отражать Россию, все скажут, ха-ха-ха, но как они отражают Россию, Коля живет в доме загородном, у этого, там какие-то эти, решают вопросы, связанные с деньгами, каким-то большим, огромным наследством, ну какое-то отражение России, это уже началась мыльная, ну драма, но на секундочку, то, что было в первом сезоне, когда за парнем гопником входит телевидение, и он влюбляется в какую-то сюжетный механизм, отражение же оно в том, что люди говорят, в то, как они одеваются, как они себя ведут, насколько правдоподобны те эмоции, которые люди испытывают, и с точки зрения 35-38-летних, это, конечно же, отражение, в том смысле, что у тебя дети такого возраста, что вроде бы нужно становиться для них примером, а ты как-то еще со своей жизнью не разобрался, что жена каждый раз хочет, чтобы ты был типа хорошим, чтобы ты соответствовал каким-то понятным принципам, что все ресурсы в стране, все ресурсы везде, они типа в руках у людей, родившихся в 60-е годы, а ты родился в 80-е, типа все, типа ну ты можешь только на них служить и быть приживал и в их доме. Как ты сам думаешь, потеряли ли реальные пацаны остроту за 10 лет? Вот спустя 10 лет он остается таким же сериалом про дух эпохи? Конечно, мы не потеряли зубы. То есть такие вещи, как заявляет «Колян, так я работаю только я и Путин». Это киножурнал «Фитиль», если хотите. Это сатира. То есть когда присутствует сатира в том или ином ключе, выбаливающая какие-то общественные процессы, и когда можно пошутить над чем-то, и эта проблема из сознания, она как бы отболевшей уходит. Какие болевые точки ты сам видишь сегодня? То есть что вы будете высмеивать и вот дальше там в новых сезонах? Болевых точек много, но не над всеми можно смеяться. Есть какие-то вещи, в котором в нашем формате мы не сможем выбаливать, потому что никогда не сможем выбаливать их, потому что мы ведь тоже являемся заложниками формата, политической повестки, конъюнктуры. Мы не просто себе отмороженные пацаны взяли гранату и побежали. Если такое выбаливание навредит и без того больному, то это самолюбование просто какое-то и желание поймать рейтинги и доли. Я надеюсь и свято верю в то, что мы помимо рейтингов и доли канала, стараемся сделать наше общество чуть лучше. Так что все-таки выбаливаете? Хорошее такое слово, выбаливаете. Нетерпимость, гордыньку, хамство, простоту, которая ведет в ад. Бывает такой простой человек, что хотел тебе помочь, но так помог, что инсулин переложил в другой ящик. Прибрался, навел чистоту и порядок. Просто. А человек умер. Смешно? кому как. Мне нет. Ну вот я про ту простоту. Когда прям такой простой человек, что пристрелить хочется. ты жила за городом вместе со своей подругой? Да. Я снимаю здесь квартиру недалеко, на филях, в общем-то. И когда это все началось, я, к примеру, дико запаниковала. Я из тех истеричек, которых, я обрабатывала спиртом все. Ручки, промывала овощи, там, знаете, вот это вот. Спиртом овощи? Тоннами. Ну, я пакетики, когда брала, спиртом брызгала. То есть у меня была такая легкая истерия. Я все-таки очень, ну, такой человек эмоциональный и поддающийся на всякие такие штуки. Потом мне это надоело очень быстро. И мы вот с ребятами объединились, решили снимать дачу. И очень сложно было перестроиться, потому что у меня резко начались съемки летом, когда изо дня в день я с утра до вечера переворачиваю мужиков, вот это кидаю через бедро, куда-то бегу, реву, что-то делаю. Я помню, сходила на первое, у меня болело все. Я о таких мышцах даже не знала. Вот это между ребрами, вот оно вот, ну, я вот так вот просто ходила, это просто была какая-то жесть. Но так клево, я себя заставляла ходить. Я думаю, нет, я отмажусь, я что-нибудь придумаю, я болею, у меня заболела нога, горло, мышцы не отошли, я не... Потом думаю, блин, Океану Ривз. Что бы сделал Океану Ривз с нами вместе? Вот Океану Ривз по полгода готовится, занимается и обалдеть. Думаю, ну, значит, надо идти. Я помню, что я вот эти мысли, почему-то Океану Ривз меня очень сильно поднимало, я шла. Сейчас, получается, ты, твой главный проект центральный, это Патриот. На данный момент? Да. Ну, да, да, да. В чем прикол Патриота? А там обратная ситуация, вот, в реальных пацанах Колян говорит, в чем весь замут, движок, да, это, стать другим реально. Смотрите, я это, сейчас буду меняться. И он тебе говорит в камеру, реально другим стать. Все, смотри за мной. И вот он это говорит своим косноязычным языком, с примитивными метафорами и примерами, в этом есть юмор. А в Патриоте человечек, который прозомбированный всей этой патриотическим угаром, он сходил в армейку, он получил силу. Это, знаешь, из тех людей, кто это, он все знает, как надо делать. Это самые страшные люди, которые говорят, я все знаю, как умею, ты все неправильно делаешь. И мы просто через вот обратную эту штуку, я вас научу, вы неправильно живете, я правильно, сейчас я научу, как надо. И когда в мир изливается такой дебилушка, в этом кайф. Линия, которая появилась в последнем сезоне с Магой Исмаилом, она связана с тем, что ММА сейчас переживает огромный бум. Ну что сказать, мы все порешали. Все хорошо, как бы. Мы отталкивались еще от окончания предыдущего сезона, то есть мы потеряли Иваныча, и Иваныч не был бы Иванычем, если бы он не озадачил Николая так, что Николай бы не смог развиваться и помогать себе, семье и населению нашей страны. Одним из этих условий стала вот эта вот сценарная находка, что Николай должен получить пояс UFC. И тут родилось огромное количество шуток, потому что UFC это может быть не только unlimited fighting championship, но еще это юрал фризби-клаб, понимаете, ему просто я хохотал вот этих находок сценарных. Я опять в очередной раз убедился в непрочности наших социальных сетей. Это бич нашего времени. Любой человек может снять тебя, выложить тебя, сказать про тебя и про твою маму что угодно. Это история с трэш-штоком между тобой и магой, которую поначалу все восприняли за чистую монету. Как ты в этой трэш-шток истории сам себя ощущал? Наверняка же некомфортно. Это ужасно. Конечно, это ужасно. Для меня было откровением, что Магомед Гасанович Исмаилов, мой друг, был удивлен количеством нетерпимости в комментариях, которые он получил в личку. Действительно разворошили какое-то осиное гнездо и опять столкнули население друг с другом по разным поводам. Было очень здорово, как мы это провернули все. Мы опять создали эту псевдореальность, управляемую реальность, не являющейся правдой. Через сторонний аккаунт Володи мы посмеялись над этим. Мага подкинулся и пригрозил всем. При этом вписался Волков? При этом вписался Саша Волков. не просто вписался он вписался по-настоящему он не знал он через 25-17 вписывается говорит да это что за такое как так можно ему Саша читает говорит Саня ты хочешь поучаствовать что ли в чем вот в этом а это что Саше говорят это так он говорит серьезно конечно ладно Саша ему респект огромное уважение за то что он смелый русский богатырь В Перми Вова нам говорил что надо обязательно посмотреть твою знаменитую растяжку которая легла в том числе в основу танца по Содобре ну надо давай я тебе покажу только не на мне хорошо Вася я сделаю все что ты попросишь ну все парни давайте не перевелись на Руси бойцы UFC hey man MMA тебя не MMM не man бьются как дикие психи из последних сил боевые псы в клетке с малых лет твоим побед не пьян Коля хорош в спаррингах сейчас еще лучше стал я уже сам побаивался когда прилетает такая плюха начинаешь думать о головной боли по вечерам да это жестко конечно когда прилетает по-настоящему я в шлеме всегда бьюсь Саша профи Коля тебя в спаррингах роняли нокаутировали нокдауны может были нокдаун были но нокаутов нет Саша не допускали доставлял мне нокдаун ну мы вовремя останавливали когда я вижу то что хватит кормить или хватит кушать я про удар я понимаю когда ты не попадаешь по человеку начинаешь очень злиться когда начинаешь злиться хочешь посильнее ударить решить вопрос сразу ну тут начинается самое интересное когда ты дрался последний раз я не помню это ужасно когда твой удар может лишить жизни человека так как мы все я про себя говорю я не профессиональный боец и можно просто не рассчитать свою силу таких случаев очень много когда люди уезжали ну ты сам знаешь вам вообще хочется чтобы история реальных пацанов закончилась хочется чтобы не размазалась хочется есть опасность что сезон в сезон мы можем это размазать но опять же последний сезон цифры любовь зрителей все это есть у нас еще же самое крутое у нас сменилось поколение за 10 лет нас смотрели 16-летний часом 26 и вот 16-летние подросли которым было 6 лет и вот сейчас они начинают смотреть сериал и говорят ну лер ты постарел конечно ну да чувак тебе было 6 каждый сезон мы заканчиваем авторами мы садимся и говорим что это финальный сезон эпичному как финальный а потом к концу когда мы дописываем как-то грустно расставаться с этим миром очень сильно грустно расстаться с миром который ты любишь которые они уже для тебя все живые сериал реальные пацаны вообще может когда-нибудь закончится если да то какой финал ты бы хотел видеть всех отпустили на волю бегите бегите ребята бегите ты же сценарист в душе тоже сценарист наверняка ты садился иногда и такой в голове прокручивал блин а как бы могла закончиться история базара да у меня было такое я где-то уже последние 4 года я примерно раз в год там когда материал получаю я уже в нем вне сценарной комнаты этого проекта но материал когда получаю я всегда такой блин неохота но ловлю себя на мысли то что мне этот вопрос еще про усталость да и насколько надоело я говорю давайте базаново убьем ну давайте выведем его убьем как персонажа я предлагал разные варианты какие ну от суицида до гейской темы гейской темы уехал за границу ну да 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 ну прямо вот знаешь это это же скач это же скач в плане я говорю давайте сделаем но он же всегда позорит честь мундира да просто это всегда выражается в словах хазнобихина который говорит о ты опять там всего ты вот ты запачку давайте честь мундира запачкаем просто по уши и и закроем этого персонажа но не вышло может ли сериал когда не закончится да в любой минуту для меня сериал закончился на 32 серии как для автора почему именно когда ста лера уходит от коле потому что она увидела что этот человек никогда не изменится это было мое финальное высказывание дальше появились люди которым это очень сильно нравилось и они вдохнуть до новую жизнь это саша читает авторская комната Денис Шенин там Митяйка Ковалев там Вова Морозов поэтому то что пишут они сейчас это пишут они я там являюсь человеком который ну там может там да от силы пару футок в серию придумали тебе же наверное хотелось бы чтобы сериал в итоге закончился и у него был какой-то какой-то финиш естественный и у твоей героини тоже да и я думала это много лет назад произойдет но я была в этом уверена никто никто из нас не ожидал что это будет длиться 10 лет ну вообще даже представления такого не было ну я не знаю ну давай пофантазируем идеальный финал вот я не знаю его ну хотя бы для твоей героини для моей героини они вместе с Володей у них все хорошо они прекрасная счастливая и богатая наверное семья потому что и Володя и Валентина хотят этого и дети у них прекрасно растут наверное вот 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 такое мне кажется очень должно классное кино выйти про зомбаков вот это было удовольствие там было мало съемочных дней но это мясо кровь это так круто как Машка там била в мясо просто фитиля вся в крови он в крови лужа крови Эдик в крови полный метр реальных пацанов зачем это нужно и почему это делается на десятый год существования сериала некий аттракцион для нас просто взять нашу вселенную поместить ее в другую и посмотреть как эти герои будут жить там и оказалось что они живут там весело очень весело и поэтому мы ждем сами выхода и ждем реакции людей надеюсь что она пройдет так как у нас прошла когда мы его посмотрели но если мы обостремся нам все равно будет нравиться этот фильм мы сейчас делаем кинотрилогию первая часть выходит 17 декабря реальные пацаны против зомби мы не знали что это будет трилогия смотрите есть три сюжета есть три вечных сюжета которые люди рассказывают друг другу первый сюжет это защита города это осажденный город его в свое время рассказал самый первый автор это Троя вторая история это возвращение домой его в свое время рассказал тот же самый автор это Одиссей возвращается домой и третья история это самоубийство Бога которое было рассказано в Евангелии все истории они крутятся вокруг этого Гарри Поттер умирает в конце и убивает себя чтобы убить Воланда Морта который находится в нем Нео понимает что он должен умереть чтобы стать избранным Хоббит идет чтобы уничтожить по сути себя вместе с этим кольцом и вот мы тоже решили чтобы наша история была рассказана таким образом первый это 17 декабря выходит история когда город превратился город захватили зомби и теперь они выживают осада Перми дальше я не буду рассказывать потому что это спойлер но там будет и возвращение домой и смерть наших героев в третьей части почему реальные пацаны стали культовым сериалом потому что он про нас с вами потому что мы каждый день это видим мы не придумываем а просто берем от вас и показываем вам же от нас от нас от всех потому что он создавался по кайфу а не от каких-то других инициатив и так же и снимался все 10 лет и это народный продукт взятый из народа создан народом и народом смотрится все есть у кого-то похожая тетя Марина есть у кого-то похожий вот человек который вот рядом и поэтому была такая семейная добрая мне кажется обстановка которую просто можно было вечером включить и как будто вот отдохнуть со своими родственниками 10 лет уже идет сериал и многие кто только родился 10 лет назад как родился там было 5-6-7 лет которые еще не смотрели сериал они начинают сейчас в 16-17 смотреть с первой серии в интернете никто не понимает что это происходит в интернете идет просто вот такой вал досмотров просмотров прямо с начала люди подключаются там потом переходят в телек смотрят уже новый сезон в телеке тебе самому хотелось бы чтобы сам сериал и история твоего персонажа когда-нибудь закончились или пусть это будет как русские симпсоны которые идут бесконечно русские симпсоны это конечно просто комплимент это просто я не знаю но если хорошее дело если хороший продукт почему заканчивать наверняка вы за эти 10 лет не раз хотели закрыть сериал я даже вот если вспоминать интервью на минаев лайф вы там говорили что вот мы сейчас готовим плацдарм для того чтобы закончить этот сериал а это был 2011 год но дальше мы готовим глобальное завершение сериала у меня был момент связанный с этим но он касался абсолютно не истории он касался моих взаимоотношений с рядом людей которые принимали участие в этом сериале потом мы все обо всем договорились все стало хорошо и проблем больше нет как бы ты сам объяснил почему реальные пацаны стали культовым сериалом время было хорошее правильное когда ну то есть в нужное время в нужном месте вот мы появились в 2010 году конец закат эпохи гламура нулевые отторобанили всех уже тошнит от этих набриялининых это там по моде ну вот все продукты пластмассовые комедий клуб уже как бы там уже такой предел насыщения они уже сами не понимали ну то есть они приезжают знаешь комедий клуб приезжает на съемки там в синем пиджаке он меняет синий пиджак на зеленый и выходит на сцену они сами и стали этим гламуром а тут живая струя появилась и блин чуваки посмотрите это же за окном у нас происходит вот такие ребята вот за окнами мы в принципе сильно ничего не придумывали но у меня еще другая теория есть по этому поводу время же шикарное было 2010 год бакс стоил 26 рублей нефть кормилица 148 за баррель люди то есть даже там это зачатки среднего класса там и даже обычные люди уже познакомились из провинции что такое Турция да и сытый народ готов смеяться над собой и поэтому в сытое время им показали этот трешачок с живой грязной камерой вот со всем этим что у нас было внутри и сытый народ готов над собой посмеяться а голодный народ не готов над собой смеяться вот сейчас мы движемся в сторону голода как бы ты сам объяснил можно коротко можно не очень почему реальные пацаны стал некоторым культом в его понятности в эффекте ласкового мая если хочешь это как ну грубо говоря на трех аккордах сыграна песня на каждом рынке в каждом поезде от Москвы до Владивостока но ведь эта песня чем-то берет человека вот чем берет сериал вот мы возвращаемся к загадочной русской душе которая любит простые и понятные вещи такие как русские народные песни у нас же сказочный дурак есть там Емеля если хочешь Иван да его там окружение есть царь или там князь есть красотка красавица есть у нее подруги это все же у нас это все наш генный код такая русская сказка русская сказка о дураке который да стремится попасть к царю потом к царю попадает он ему дает задание ты же наверняка в своей голове много раз представлял чем бы могла закончиться история Калина вот какой идеальный финал идеальную концовку ты себе придумал я однажды осознал что ну закончится все так как и началось то есть главный принцип ситком да у нас это называется жанра да то есть он не меняется этот человек не меняется он как был в нуле грубо говоря так он в нем и останется и когда я осознал что прелесть и любовь заключается в том что он как бы ни старался как бы ни стремился попасть во дворец украсть принцессу он даже сделав это останется прежним раздолбаем иваном русским имелий кем угодно где бы он в каких бы обстоятельствах он не оказался на переговорах с арабскими шейхами или на марсе договариваясь о жидкостях он с теми же с максимальным уровнем доброжелательности попадает в тупые ситуации и там и там вот пожалуй такой он этот колян непонятный и понятный зацени здесь реальные пацаны вас и Коля вписка в гости к нам пришли эй украшわ украш арабский украш о украш они украш украш это как украш Продолжение следует...